Мир вам, дорогие братья и сестры, народ Божий, святые и дивные. Приветствую вас из Дома Божьего. Приветствую пасхальным приветствием. Христос воскрес! Воистину воскрес! Я желаю прочитать Слово Божие сегодня, в эти пасхальные дни, из книги «Деяния святых апостолов», первая глава. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления апостолов, которых Он избрал, Которым и явил Себя живым пострадании Своем со многими верными доказательствами в продолжении сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божием. Дорогие братья и сестры, мы живем в этот период времени, когда Иисус Христос по Своем воскресении сорок дней являлся Своим ученикам для того, чтобы наставить, утвердить их в вере и благословить их на проповедь Евангелия. Первое, на что хочу обратить наше внимание, жизнь продолжается, как и после смерти Христа, как и после воскресения, жизнь продолжается, Бог еще дает время. И вот в этой жизни Бог проявляет Себя, как любящий Отец. Он сорок дней являлся Своим ученикам. Это не любовь Божия, это Его милость, это Его забота об учениках. Они могли и должны были поверить Слову, что Он воскреснет, что Он пойдет к Отцу, что Он будет на небесах. Но случилось так, как случилось. Они разбежались, не поверили. И любящий Бог идет навстречу к ученикам, подходит Фоме и говорит, Фома, посмотри, ты желаешь вложить персты свои, вложи, убедись, посмотри, это ли не любовь Божия. Я знаю, в нашей жизни тоже бывают такие периоды, периоды сомнений и уныния. Вы знаете, Бог не оставит вас. Он подойдет к вам, как в Фоме, если у вас есть хотя бы маленькая вера, хотя бы желание поговорить с Богом. Вы ощутите это в своей комнате, в своей жизни, какими бы смутными ни были времена. Посмотрите Божию любовь дальше. На протяжении сорока дней Он находит учеников на берегу Генесаретского озера. И Он подходит к ним и говорит, дети, есть ли у вас какая пища? Они говорят, мы трудились, вот не поймали. И Он все сделал, послал лов и приготовил им пищу. Дорогие мои, мы сегодня в это время, когда многие не имеют работы, когда многие сидят дома, когда заканчивается такое наше уверенное благополучие, мы видим, как любящий Бог идет и к нам навстречу. Сегодня многие братья и сестры свидетельствуют о том, что в это трудное время их посетили, их поддержали, им принесли покушать, дары и необходимое. О них молятся, о них заботятся. Это ли не воскресший Христос? Слово Божие учит, что нас Бог сказал, я не оставлю вас и не покину вас. Некоторые братья и сестры у нас находятся в болезни. Они рассказывают, как в эти трудные минуты, когда унывает душа, Христос подходит воскресший в болезни. Радость, удаляя страхи, врачуя и прикасаясь к нашим ранам, когда врачи удивляются, что вот, а вы быстро идете на поправку. Слава Богу! Будем видеть Божью милость и Божье присутствие в нашей жизни. Нам необходимо бывают такие процессы в нашей жизни, когда мы болеем, страдаем, переживаем, проходим различные испытания. Это делает нас добрее, лучше, приготавливает нас к вечности, даруя нам силы жить в этом мире. Ведь, согласитесь, можно жить в неверии, можно болеть в неверии, можно проходить это время эпидемии в неверии, рабща на Бога, исключая его из своей жизни. Но от этого только придет мрак и тьма в нашу жизнь, как и приходит ко многим людям, которые живут рядом, которые действительно в панике и в страхе. Но есть другая радость. Это в болезни общения со Христом. Это в переживании, когда Его рука утирает наши слезы. Для этого являлся 40 дней воскресший Христос своим ученикам. И нас сегодня Он утверждает, утешает и поддерживает. Слава Христу, воскресшему и любящему нас, в наших переживаниях и скорбях. Второе, на что хотелось бы обратить внимание. Воскресший Христос, и это действительно самое такое значимое переживание, Он изменяет наши жизни. Сегодня и сейчас, среди потрясений, среди переживаний, в любое время соприкосновение с Богом и со Христом, изменяет нашу жизнь изнутри. Приятно сегодня слышать, что многие братья и сестры наши свидетельствуют, что в это время они стали ближе к Богу. Конечно, печально, что вот нам нужны какие-то потрясения, чтобы нам стать ближе к Богу, когда Господь всегда говорит, ищите лица Моего, ищите лица Моего всегда. Я рядом, я желаю помочь, я желаю быть с вами. Действительно, Христос изменяет, изменяет нашу веру. Многие из нас все-таки надеялись на что-то в этой временной жизни. Но мы видим, как она хрупка, как она быстротечна и проходяща. Но воскресший Христос изменяет, укрепляет нашу веру на Него, наше упование на Него. Он изменяет наш характер. Вы знаете, многие из нас со многими, может быть, братьями и сестрами, было сложно поговорить о духовном раньше. И сегодня приятно, когда звонит брат или сестра, и он говорит, ты знаешь, я стал ближе к Богу. Вот я даже уже сейчас как бы готов перейти на небо, водвориться к Господу. Я с одним еще братом разговаривал, он как бы молодой. Я говорю, ну, нужно тебе жениться, искать спутницу. А он так, знаете, махнул рукой и говорит, да, наверное, уже не время. Действительно, человек почувствовал, что время заканчивается, что времени немного остается, что время, оно, как Слово Божие говорит, лукаво. Дорогие братья и сестры, слава воскресшему Христу, за его участие в нашей жизни, за его любовь к нам и за его изменения, которые, изменения духовные, которые происходят в нашей жизни. Да благословит вас всех Господь. Мы сейчас будем отправляться на похороны нашей сестры Косачевой Раисы Федоровны. Ей дал Господь возможность прожить 85 лет. Сестра была доброй молитвенницей в нашей церкви, переживала о народе Божьем, любила Бога и церковь, любила Слово Его. Она была одним из постоянных посетителей четверговых собраний. В мире, в покое, в уповании на Господа. И сегодня мы ее, вот сейчас, будем отправляться, проводить в последний путь. Дорогие мои, пусть Бог благословит вас в ваших домах, в ваших семьях пасхальной радостью, святым упованием на Бога, возможностью быть для мира светом и утешением. Благослови вас, Господь, в эти дни размышлять о Царстве Божьем, о воскресшем Христе и ожидать Его прихода за нами. Аминь. Аминь. Аминь.